Здравствуйте! Мы приступаем к 18 лекции по теме систематическое богословие. Пункт В. Второе. Вопрос реального присутствия Христа в вечере Господней. Первое. Концепция римско-католической церкви. В тот момент, когда священник произносит слова молитвы «Сеплоть моя», «Хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа». Этот процесс называется «пресуществлением». Давайте подвергнем данную концепцию критике. Когда Иисус взял хлеб и вино и произнес благословение, Он сказал своим ученикам, «Вот мое тело за вас ломимое». Представьте себе, что Иисус сидит со своими учениками в своем физическом теле и дает им другое тело. Получается, что у него два тела. И это абсолютно абсурдное толкование вечери Господней. Даже если поразмышлять над идеей о том, что хлеб присуществился, апостол Павел все же называет его хлебом. Первое послание к Оринфинам, 11 глава, с 23 по 26 стихи. Невозможно изменить объект, не изменив его характеристик. Характеристики хлеба не изменились и будет пустым суеверием говорить, что хлеб в буквальном смысле превратился в тело Христова. Искупление во Христе было совершено однажды и навсегда, на кресте. А если бы Христу приходилось вновь и вновь давать верующим свою плоть во время вечери Господней, это было бы подтверждением тому, что искупление на кресте не было достаточным и завершенным. Таким образом, мы видим, что данная концепция римско-католической церкви ошибочна. Второе. Концепция лютеран Согласно идее лютеран, хлеб и вино остаются хлебом и вином, но тело и кровь Христа пребывают в хлебе и вине. Можно сравнить это с губкой, впитавшей в себя воду. Это называется соприсутствие. Давайте подвергнем эту идею критике. Во-первых, Господь сказал «Сие есть плоть моя». А лютеране изменили значение данной фразы так, словно в ней говорится «Это сопровождает мою плоть». Если бы это было так, то это означало бы что человек, участвующий в вечере Господней, буквально принимает тело и кровь Христа. Отсюда следует неправильный вывод о том, что для спасения души достаточно участия в вечере Господней и нет необходимости верить. «Этот взгляд ошибочен и схож с предыдущим взглядом». 3. Концепция цвинглинян Цвингли воспринимал вечерю Господню всего лишь как символ и воспоминания о смерти Христа. Этот обряд для него был не более, чем исповеданием веры. 4. Концепция концепция кальвинистов Кальвинисты не верят, что во время вечери Господней хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. Они также не верят, что тело и кровь Христа пребывают в хлебе и вине. Хлеб и вино символизируют тело и кровь Христа и являются видимыми знаками присутствия Христа в его духе. Однако Христос не приходит и не дает человеку мир, не принимая во внимание наличие его индивидуальной веры. Христос пребывает с верующим, участвующим в вечере Господней, укрепляя веру каждого индивидуально. Глава 5. Призвание церкви Первое. Церковь прославляет Бога. Главное предназначение человека прославлять Бога и вечно радоваться в Нём. Главное предназначение церкви также заключается в прославлении Бога. Послание римлянам 15 глава 6-9 стихи Первое послание Коринфянам 10 глава 31 стих Рассмотрим некоторые способы, которыми мы можем прославлять Бога. Пункт А. Мы поклоняемся Богу. Для того, чтобы прославлять Бога, нам следует основательно поклоняться Ему. 49-й Псалом 23 стих говорит «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, а кто наблюдает за путём своим, тому и влюя спасение Божие». Евангелие от Иоанна, 4-я глава, 23-й и 24-й стихи. Пункт Б. Мы послушны Божьему Слову. Верующие Верующие Угождают Богу, когда послушаются Его Слову. Первая книга Царств, 15-я глава, 22-й стих. Пункт В. Мы становимся святыми. Когда Божьи дети преображаются и становятся святыми, это угодно Богу и прославляет Его. Первое послание Петра, 1-я глава, 15-й и 16-й стихи говорят «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Пункт Г. Мы делаем добро. Если верующие будут проявлять любовь к ближним, живя свято и праведно, то неверующие увидят их добрые дела и воздадут Богу славу. Евангелие от Матфея, 5-я глава, 16-й стих говорит «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Второе. Церковь учит истине. Церковь – это группа Божьих детей. Церковь учит Божьих детей истине. А Божьи дети учатся и применяют эту истину в жизни, прославляя тем самым Бога. Иисус заповедал своим ученикам проповедовать Слово Божье. Евангелие от Матфея, 28-я глава, 20-й стих. Пункт А. Цель – обучение истине. Верующие могут быть послушными истине, только если понимают ее. Книга Осия, 4-я глава, 6-й стих. Для того, чтобы прославлять прославлять Бога, верующим следует быть послушными Божьему Слову. Когда они послушны истине, то становятся святыми и делают добро. Пункт Б. Чего следует остерегаться, уча истине? Преподающие Божье Слово должны делать это соответствующим образом. для того, чтобы правильно учить других, необходимо самому правильно понимать Божье Слово. преподающие Божье Слово должны вести обучение в силе Святого Духа. Учителя должны понимать истину Писания через вдохновение Святого Духа, послушаться истине и доносить ее в силе Святого Духа. Первое послание Коринфянам, 2-я глава, 4-й и 13-й стих. Преподающие Божье Слово должны молиться за тех, кого они учат. Учить следует так, чтобы те, кто слышит это учение, могли правильно понимать и применять Божье Слово. 1-я книга Царств, 12-я глава, 23-й стих. 2-е. Церковь проповедует Евангелие. Проповедь Евангелия является великим поручением Иисуса. Евангелие от Матфея, 28-я глава, 19-й стих. До того, как Иисус вознесся на небеса, Он дал Своим ученикам последнее поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Верующие, получившие спасение по вере в Евангелие Иисуса Христа, должны быть столь глубоко тронуты благодатью Бога, что будут стремиться благовествовать другим людям с большой радостью в сердце. Проповедь Евангелия – наиважнейший фактор участия в распространении спасения во Христе. Пункт Б. Благовествование угодно Богу. Евангелие от Луки 15-я глава 7-й 20-й и 24-й стихи. Главная забота Бога – спасение грешников. Когда Господь творил Вселенную, Он завершил свою работу за шесть дней. Божий труд спасения грешников будет продолжаться, начиная со времен грехопадения Адама и завершая концом времен. Всю Вселенную Бог сотворил Своим Словом. Искупление грешников было совершено Богом через жертву Божьего Сына, как заместительной жертвы за грех. Всевышний сказал, что на небесах больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99 людях, не нуждающихся в покаянии. Пункт В. Благовестие является плодом вечной жизни. Мертвые не способны воспроизводить и порождать, только живые способны воспроизводить жизнь. Для рождения верующих свыше, обретших вечную жизнь, естественное дело рождать через благовестие новых Божьих детей. Когда апостол Павел проповедовал Евангелие Коринфской Церкви, он сказал, что родил их благовестием Христовым. Пункт Г. Благовествование вознаграждается. Бог вознаграждает славной наградой тех, кто проповедует Евангелие. Евангелие от Иоанна, 4-я глава, 36-й стих. Четвертая. Церковь очищается. Церковь – это тело Христа. Церковь – это невеста Христа. Церковь является прообразом небес. Поэтому грех не может быть частью церкви. Если грех проникает в церковь, он перекрывает Божью славу. Церковь становится нечистой. Если грех проникает в церковь, она должна усердно избавляться от него. Евангелие от Матфея, 18-я глава, 17-й стих. Книга Деяния, 5-я глава, 11-й стих. Пункт А. Предназначение церковной дисциплины. Первое. Церковь практикует дисциплинарные меры ради благосогрешивших. Когда нарушитель подвергается дисциплинарным мерам, это неприятно и трудно физически. но благодаря наказанию он может раскаяться и вернуться к послушанию. Это принесет ему духовную пользу и благо. Второе. Церковь практикует дисциплинарные меры, чтобы сохранить себя от осквернения. Если церковь не борется с грехом активно, то грех начинает быстро распространяться. Однако, если мы будем быстро разбираться с грехом, то верующие будут обретать страх Божий и отказываться от греха. Первое послание Коринфянам, пятая глава, шестой стих. Послание Галатам, шестая глава, первый стих. Пункт Б. Виды дисциплинарных мер. Церкви Церкви не следует практиковать дисциплинарные меры, руководствуясь человеческими эмоциями. Нам следует прибегать к методам, рекомендованным самим Иисусом. Первое. Человек, узнавший о грехе своего ближнего, должен пойти и обличить согрешившего. Второе. Если согрешивший не примет обличение, следует взять одного или двух свидетелей и обличить его перед свидетелями. Третье. Если согрешивший не примет обличение, следует оповестить церковь, а церковь должна применить к нему дисциплинарные меры. Четвертое. Если согрешивший не послушает упрека церкви, к нему следует относиться словно к язычнику. Ожесточившегося грешника следует отрезать от всякого общения с другими верующими. Часть седьмая Эсхатология Глава первая Индивидуальная эсхатология Первая Физическая смерть Пункт А Природа физической смерти Физическая и духовная смерть отличаются друг от друга. Физическая смерть это отделение души от тела а также прекращение физических функций тела. Духовная смерть не является исчезновением души но является отделением души от Бога. Пункт Б связь связь грехом и смертью Смерть является Божьим наказанием за грех Бог праведен и справедлив Он наказывает посредством смерти тех кто грешит. Согрешивший должен был немедленно умереть за свой грех но Бог посредством своей общей благодати откладывает смертное наказание Он дает верующим победу над грехом и смертью посредством своей особой благодати Пункт В Физическая смерть верующих Верующие получают прощение грехов благодаря вере в Евангелие и их души принимают спасение однако полнота спасения верующих наступит только при воскресении их физического тела верующие не могут избежать физической смерти но во время второго пришествия Христа их физические тела получат спасение посредством воскресения воскресшие тела верующих никогда не умрут но будут жить вечно на небесах смерть является великим приобретением для верующих верующие каются перед смертью четвертая книга царств двадцатая глава с первого по третий стихи верующие учатся смирению перед смертью книга экклесиаст первая глава со второго по четвертой стихи перед смертью верующие избавляются от алчности первое послание петра первая глава двадцать четвертый стих верующие перед смертью отрекаются от мирских желаний и с надеждой ожидают вечных небес второе промежуточное место пункт а заблуждение о преисподней некоторые люди считают что преисподняя является местом куда после смерти попадают как набожные так и грешные люди по их мнению преисподняя не является ни местом наказания ни местом вознаграждения они считают что в преисподней оказываются и набожные и безбожные люди преисподняя это безрадостное место где мертвые размышляют о прожитой земной жизни так словно им снятся сны по по их мнению преисподняя это место бездействия где всяческая радость жизни обращена в печаль они считают что праведники ветхозаветного периода попадают в преисподнюю давайте подвергнем данную концепцию критике во-первых преисподняя является местом наказания нечестивых здесь никогда не угасает огонь божьего гнева книга второзакония 32 глава 33 стих библия предупреждает что нечестивцы попадут в преисподнюю книга иова 21 глава 13 стих 9 5 псалом 17 стих книга притчи 5 глава 5 стих преисподняя или шеол так иногда говорится в писании о состоянии смерти или о пребывании в могиле праведники ветхого завета попали в шеол а шеол подразумевает смерть и могилу книга иов 14 глава 13 и 14 стихи 17 глава 13 и 14 стихи души верующих оказываются на небесах в момент их смерти евангелие от луки 23 глава 43 стих второе послание коринфянам 5 глава 8 и 9 стихи пункт b чистилище отцов праведных и чистилище праведных младенцев первое чистилище это заблуждение не имеющее библейского основания римско-католическая церковь считает что чистилище это не небо не ад но нечто иное это место где человек очищается через наказание католики считают что лишь люди бывшие абсолютно чистыми в момент смерти попадают на небеса те же кто был не полностью свободен даже от незначительных грехов должны пройти процессы очищения в чистилище все души находящиеся в чистилище испытывают боль но интенсивность этой боли и ее продолжительность отличаются в каждом индивидуальном случае также они утверждают что интенсивность боли и продолжительность пребывания в чистилище можно сократить с помощью молитв добрых дел жертвоприношений и совершения мессы эти утверждения не соответствуют писанию второе лимбус патрум или чистилище отцов праведных слово лимбус означает окраины ада это еще одна ошибочная концепция римской католической церкви они считают что души верующих периода ветхого завета ожидают воскресения Христа это место ожидания у них называется лимбус патрум они утверждают что после своей смерти Христос спустился в преисподнюю чтобы освободить их оттуда и забрать на небеса они основывают свое утверждение на отрывке из первого послания Петра 3 главе 19 стихе который как кажется подтверждает данную концепцию но это ошибочное толкование данного местописания третье лимбус инфантум существует предположение что души некрещенных детей и детей неверующих родителей остаются вместе называемым лимбус инфантум их души не получают здесь жестокого наказания но они отрезаны от небесной радости католики убеждены в том что для душ находящихся в лимбус инфантум нет надежды на спасение и они должны будут вечно оставаться в этом месте души этих детей с помощью естественных сил каким-то образом познают Бога и могут в какой-то мере наслаждаться счастьем эти концепции римской католической церкви являются ошибочными и не библейскими пункт в доктрина о сне души некоторые считают что душа продолжает свое существование после смерти в состоянии бессознательного сна основанием для своего утверждения они считают стихи из Библии называющие смерть сном это Евангелие от Матфея 9 глава 24 стих первое послание фессалоникийцам 4 глава 13 стих они также считают что некоторые стихи из Библии говорят о том что мертвые не имеют сознания Псалом 6 5 стих книга Экклесиаст 9 глава 10 стих давайте подвергнем данную концепцию критике библей библейские стихи описывающие смерть как сон указывают на то что физические тела умерших подобны телам спящих библейские стихи говорящие о мертвых как они имеющих сознание подразумевает их физическую безучастность к жизни когда верующие умирают их души наслаждаются жизнью в осознанном общении с Богом и Христом Евангелие от Луки 16 глава 24 и 25 стихи книга Деяния 7 глава 59 стих пункт Г Доктрина аннигиляционизма и условного бессмертия аннигиляционизм учит что человек был создан бессмертным но в результате грехопадения был лишен Божьего дара вечной жизни согласно данному учению после смерти человека его душа прекращает свое существование или существует в абсолютно бессознательном состоянии однако это учение также утверждает нечто противоположное говоря что после смерти нечестивого его ждут осознанные страдания в Библии сказано что спасенные верующие получат дар вечной жизни а не спасенные понесут вечное наказание Евангелие от Матфея 25 глава 46 стих говорит и пойдут сии в муку вечную а праведники в жизнь вечную далее рассмотрим учение об условном бессмертии бессмертии некоторые богословы утверждают что человек изначально не был создан для вечной жизни они считают что вечная жизнь это божий дар во Христе тем кто будет веровать они утверждают что души неверующего Христа в конце концов умрут или будут существовать в бессознательном состоянии когда умирают нечестивые они испытывают осознанные страдания в течение определенного периода времени основанием доктрины аннигиляционизма или условного бессмертия по их мнению является тот факт что Бог дает вечную жизнь как дар только тем кто во Христе они верят что смерть и разрушение указывают на прекращение существования давайте подвергнем эту точку зрения критике смерть и разрушение не указывают на прекращение существования души евангелия от луки 16 глава с 22 по 24 стихи и души грешников будут существовать вечно 2 книга 13 глава 7 стих 4 евангелие от м 25 глава 46 стих книга откровения 14 глава 11 стих 20 глава 10 Пункт Д. Доктрина второго шанса. Некоторые богословы утверждают, что когда грешник умирает и его душа пребывает в промежуточном месте, он имеет возможность покаяться и обрести спасение, приняв Христа верой. Согласно данной доктрине, судьба человека в вечности не предрешена до самого судного дня, и решение, принятое в промежутке времени между смертью и воскресением человека, определяет, будет человек спасен или нет. Осужден будет лишь тот человек, который упорно отказывается от спасения, предложенного ему во Христе. Давайте подвергнем данную доктрину критике. В Библии сказано, что судьба неверующего человека в вечности после его смерти уже окончательно предрешена. Книга «Экклесиаст», 11 глава, 3 стих. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стихи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 21 и 24 стихи. Решение, вынесенное на последнем суде, будет определяться тем, что человек сделал или не сделал во время своей жизни на земле. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. 10 глава, 32 и 33 стихи. 25 глава, с 34 по 46 стихи. Глава 2. Общая эсхатология. Первое. Второе пришествие Христа. Иисус сказал, что Он вернется. Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих. 24 глава, 30 стих. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 3 стихе, Иисус сказал, «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Ангелы говорили о предстоящем возвращении Господа. Книга Деяния, 1 глава, 11 стих. Апостолы многократно свидетельствовали о грядущем возвращении Господа. Послание Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих и 16. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих и 10. На этом мы завершаем 18 лекцию по теме «Систематическое богословие». Благодарю вас!